думается мне каждый кто стремится достичь какого бы то ни было результата в чем бы то ни было в проявлении любой сферы жизнедеятельности первая наверное задача которая человека преследует непосредственно достичь результата и из нее рождается уже следующая задача каким образом этого результата достигать и возможный предел этого возможного результата будем проговорить все это говорю потому чтобы лишний раз поднять и осветить тему эстетики поскольку если я правильно понимаю эстетика это возможность или способность видеть прекрасное в той или иной или в том или ином проявлении в том или ином предмете действие и так далее и так далее вот опять же такие такой отстраненный лирический пример еще по малолетству ковырялся я наверное мало кто помнит были такие вычислительные машины феликс похоже на механический калькулятор ну короче идея краденая и плохо реализована естественно мне попался этот феликс под руку я решил его безусловно как супер мастер починить в результате разобрал собрал у меня остались лишние запчасти которые я потом выбросил вместе с этим феликсом но при сборке этот феликс поскольку из стали он был такой паршивенькой я закручивал один болтик этот болтик он скажем так часть металла вместе в которую он вкручивался короче металл и кусочек этот отрывался точнее сказать отошел в сторону и потом я очень неаккуратно поцарапался руку руку эту поцарапал также у меня остался такой совсем такой безобразный шрам потом протоками закрывался как бы и речь не об этом эстетика пострадала и с другой стороны эстетика когда допустим часто и густо режусь я клинками клинковыми бритвами когда там в процессе заточки восстановления там и так далее я почему говорю что даже тупая бритва это всегда очень острый режущий инструмент но прелесть состоит в том что с одной стороны он очень хорошо и глубоко и легко вообще непринужденно режет с другой стороны он оставляет после себя очень очень ровный тонкий надрез который потом очень быстро заживает и оставляется от него остается после него там в общем-то никаких соединительной ткани и нет точнее сказать они есть но в минимальном объеме тоненькая ниточка и не видно не незаметно короче говоря большой большой плюс когда есть возможность видеть прекрасное во всем во всем абсолютно к чему это все так долго подвожу давно уже сидит в голове наконец-то в общем то материализовалась эта идея собрать так называемую белую коллекцию получается так что ну вероятно если не самые лучшие то к этому стремящиеся решения по по крайней мере по абразивам по синтетическим они выполнены именно в белом цвете цвете белом цвете поэтому вот я собрал вот такую вот с одной стороны небольшую с другой стороны она полностью самодостаточная коллекция которую я естественно буду применять будет она применяться не вся как бы в сборе в общем-то по по необходимости поскольку вариативность это очень 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 хорошее решение не всегда нужно допустим решать пятью единицами то что можно и нужно решать единицами двумя потому что опять же таки в последнее время для тех кому это интересно я должен сделать такое такое странное какое-то пришел я к этому заключению естественно субъективному о том что не всегда быстрый режущий камень это всегда хорошо вообще очень далеко не всегда временами нужен камень который работает медленнее но результат которого не такой плачевный будет по итогу потому что у меня был такой опыт после которого я пришел именно к такому выводу я начинал работу на сверхбыстром алмазном камне и потом получилось так что через шесть камней там я не смог избавиться от этой микропилы которая на режущей кромке осталось понятное дело ни о каких там микрозаусенцах речь не идет просто так вот вроде как и выход на кромку был но если так ну наверно очень примитивно то не не доработал короче говоря не избавился поэтому временами нужны камни вообще изначально опять же таки сам себя перебью есть камни бритвенные есть камни не бритвенные оставляю остаюсь я при своем мнении что торговая марка на нива она выпускает решения которые для бритв наиболее применимы поскольку это камни самые допустим мягко работающие и камни которые щадяще работающие и в этой сфере сразу отрекламирую камень который я буду продавать это вот такая нанива чосера 400 номера камень абсолютно новый на подставке с оригинальной нагурой вот такой каменеть вот у меня есть такой же камень его отличительная особенность лучшую сторону состоит в том что при всем при том что это 400 грит это очень хороший камень для производства ремонтных работ он конечно будет проигрывать по скорости допустим алмазным камнем типа на него даймонд там и так далее но за счет того что зерна его не такие агрессивные он будет и металл снимать и не так сильно его рвать поэтому кому нужен хороший ремонтный камень для бритв для ножей для солярного инструмента для всего всего полный спектр он охватывает продам за недорого за две с половиной тысячи гривен заберете такой цены точно не найдете это сто процентов теперь касательно камней а да и еще один момент так чтобы закончить с этими с рекламными инсталляциями сюда вот у меня есть камень вопросов у меня нет к нему никаких абсолютно это мой рабочий камень это шептон шептон про восьмитысячный поскольку у меня появился вот этот камень этот камень я наверное продам вместе с ним вероятнее всего но я посмотрю еще как этот камень работает только получил поэтому на него восемь тысяч по нему есть один нюанс он очень сильно пьет воду его надо или замачивать или как я это делаю работать под водой в таком случае он дает абсолютное зеркало естественно после него надо продолжать на натуралах потому что помимо зеркала у него есть чуть более крупные частички которые гораздо сильнее выражены в десятках и еще гораздо более сильно выражены и в двенадцатых вот у меня есть как бы в этой белой коллекции обрезок двадцатитысячного камня такая же по нему ситуация короче вот он очень хорошо полирует но он местами на кромочке делает сколы такие потому что он тончайшую оставляет после себя режущую кромку и не всегда тонкая настолько что она не справляется с крупными какими-то частицами которые в нем есть но сам по себе камень он очень хорошо полирует и готовит переход к натуралу поэтому вот этот камень я тоже наверное продам теперь в общем так белой коллекции вот это это славно известный гокумьё двадцатитысячный камень не оправдал доверия не оправдал ожиданий вообще попытался единожды побриться с него абсолютная агрессия абсолютно три дня я вспоминал об этом финише очень сверх агрессивный камень поэтому если у кого-то закрадется в голову такая скажем так кроколомная идея приобрести нечто подобное спешу остановить оно того не стоит вот у меня есть косуми камень комбинированный 250 и 1000 ультрашустрая вот эта сторона тысячная прямо вообще наверное быстрее всех остальных однако это обусловлено двумя вариантами вариант номер два или двумя особенностями вот первую особенность это то что очень агрессивно он работает и зерно там очень агрессивно и особенность номер два он крайне быстро ловит седло очень быстро срабатывается камень и он как и быстро работает так быстро и срабатывается ну 250 Saskia сторону к бритвам это конечно он а наверное это сторона она порвёт порвёт кромку так потом Устанете ее выводить Но вот эта вот тысячная сторона Это тоже когда Надо прям огромный объем снимать Тогда этот камень взяли Он замачивается В этой банде Вот этот единственный замачиваемый камень Ну за 400 чусеру я молчу Она кстати тоже Это не сплэшинго Она замачивает Вот очень тяжелая артиллерия Как в прямом так и в переносном смысле Это Суихира Дебада Тысячный камень Ну фантасмагорический у него размер Будем так говорить Вот так Шептон ПРО 210 на 70 Вот так для сравнения Соответственно этот 230 на 90 Толщина у него дюймовая 25 или 28 Или даже 30 мм Я не помню Огромный камень Вот по нормальным делам Вот это старт То есть мы взяли клинок Который никогда не точился У него нет оформленной фаски И на этом камне начали работать Когда у нас необходимо создать Рабочую фаску Это сплэшинго То есть водичкой на него побрызгали И все Не надо не замачивать ничего Отличный камень Естественно не дешевый Сама эта серия Она такая Ни разу не бюджетная Но как бы заслуженная Вот давно мне хотелось Попробовать вот это чудо Это словно известный Шептон Глаз 2000 камень Поскольку Мой Шептон ПРО Рабочий 2000 Он уже начал срабатываться Там осталось Наверное миллиметров 8 Я начал задумываться о том Чтобы Без рабочего камня не остаться Там в результате Какого-то несчастного случая Поэтому сразу решил Ему дать замену И вот решил Как бы психануть Опять же таки В плане общей концепции Вот этой белой Думаю куплю камень Сразу скажу Они существуют Двух серий Серия HR Это High Resistance Это Камни начального Как бы Начальной гридности Там До 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 Четырехтысячного Камня У них Только Серии HR Потому что Потом идет Начинается серия Уже HC Это High Carbon Это уже Для обработки Там они еще Какую-то химию Подмешивают Дабы Справляться С Суперсталем Ну короче Смысл в том Что мы имеем Вот такой камень У которого Абразивная часть Составляет Толщину 5 мм Абразивный слой И 5 мм Ж Это Каленое стекло К Естественно К плюсам Это скорость работы Очень однородное Зерно Прямо Очень однородное Нарезает Отличную риску Но Положая руку На сердце Отталкиваясь От того Насколько дороже Он стоит Чем Шефтон Про Я бы сказал Покупка Ну В частности Вот эта серия На внимание Не заслуживает То есть Можно запросто Обойтись На На такой тонкости На таком уровне Обработки Достаточно Шефтон Про Будет с головой И вот В общем то Самое интересное Вот этот камень Он считается Ну опять же таки Считается По субъективным Выводам Некоторых Безусловно Ребят Опытных Там Кит Джонсон Там Все Все пацаны Говорят об одном и том же Что вот это Наверное Лучшее решение Для бритв И Выше Этого Выше Этой Единицы Это 8000 Это так называемый Snow White Как бы выше Уже Дергаться По синтетике Смысла нет В данном Конкретном Случае Мы имеем Вариант На Подставки Есть еще Камни Продающиеся Без Без Вот этой основы И опять же Вот они Взяли К белому Камню Присовокупили Подставку Будем так ее Называть Сливового Оттенка Люди Подумали Задумались Над тем Чтобы Когда у вас Лежал Камень У вас Глаз Не цеплялся Ни за что Диссонирующий Поэтому Вот Это Как бы Считается Именно В работе По бритвам Это Самое Самое Такое Самое Вроде Как Топовое Поэтому Естественно Все Будем Пробовать Можно Было Было Выпендриться И сказать Что Вот Для белой Коллекции У меня Еще Есть Вот Такой Винтажный Арканзас Но Крути Не верти Японских Белых Натуралов У меня Пока Нет И Немецких Белых Натуралов У меня Пока Нет А Сказать По правде И того Что у У меня Есть Абсолютно Достаточно Для того Чтобы Добиться Абсолютно Удобоваримых Результатов Ну а синтетика Да И опять же Еще один момент Сразу видно Как камень Работает Где съем Где не съем И еще один момент Для тех Кто Занимается Заточкой Один из главных Вопросов Наиловнейших Я бы так сказал Вопросов Это Абразивная Гигиена По нормальным Делам Для каждого Камня Должна быть Слоя Нагура Камень Для чистки Камень Для наведения Суспензий Для того Чтобы Никаких Зерен Никуда Не проникало Вот у меня Есть отдельно Это Десятка На Нива Суперстоун Это Тысячный Камень Это На Нива Специально Купил Дешевую серию На попробовать Очень Кстати Хорошо Себя Показывает Это На Нива ДХ Так называемый Или Как он там Традишнл Стоун Ну короче У него Бюджетная серия Вот у меня Остался Обломок Луны Это Из Комбинированного Камня Три на восемь Этого Хенкельса Ну по факту Это та же На Нива Они даже По Вот этим Подсядкам Одинаковые Тройка Десятка Тысяча Вот этот Опять же Таки Камень Бывает Я применяю Для чистки Но в основном Вот этих Трех Для Всего Спектра Синтетических Камней Его хватает С голову Единственное Здесь нет Еще К вот этому Камню Давался Давалась Такая Ногурка Она Очень сильно Похожа На вот этот Камушек Она прямо Очень сильно Похожа Она тоже Такая Воду пьющая Вот Но Я опять же Таки Наслушавшись Парня Из Берфэкшн Это Американский Хлопец Который Точит Ножи На руках И он Для чистки Камней Особенностью Твердых Камней Типа Такого Тай Тоже Он же Тоже Немягкий Он использует Такие Если можно так выразить Спецгубки Японские Называются Раст Ремувер Или Раст Рейзер Ну что-то такое Короче Какая-то Стирательная Резинка Убиратель Ржавчины Там С посуды Ну вот Я заказал Там в Америке Должны подъехать Посмотрю Ну а пока Как бы Стараюсь Каждый камень Как бы Своей там Нагуркой Почистить Этот Тысячным Камнем Я чищу И этот Чищу Тысячным Этот Могу Почистить Тысячным Камнем Могу Могу Почистить Вот этой Чистящей Нагурой Вот На камне Высокогритной Типа Вот такого Там И выше Туда Исключительно Десятитысячным Не ниже Для того Чтобы Высвобожденное Зерно Было Некрупнее Ни в коем Случше Оно не оставило Никакой Паразитной Рисочки В общем-то По камням Все Значит Опять же Таки Кого Заинтересует Вот эта Супер Нанива Которая Четырехсотый Камень Восьмитысячный Шептон Там Даже В принципе Как вариант Я могу К восьмитысячному Камню Абсолютно Бесплатно Добавить Свою Двойку Поскольку Там еще Миллиметров Восемь Есть Камня Рабочая Там Хватит Еще Не знаю Года Надо Поэтому Такая У нас Получилась Обзорная Лекция Поэтому Спасибо За внимание Надеюсь До скорых Встреч В эфире А точнее Сказать Я уже Так думаю Завтра Эти эфиры Продолжатся Поскольку Там уже Доезжает Доезжают Заказики Будем Все это Дело Оформлять И опять же Таки Еще один Момент Всегда Надо Содержать Камни Ровными Я специально Недавно Пошел Купил Следующее Стекло Купил Шестерку Ровненькую Для нее Купил Наждака Хорошего Швейцарского Дабы Не допускать Образования Больших Седел А на Малых Седлах Быстренько Справляется Наждачком И опять же Таки Зерно Там Наждак Если он Качественный Он не теряет И Шанс Того Что Как в Случае С Порошками Корбидокремния Там Шаржирование Зерен В поверхность Камней Не происходит Поэтому Всем советую Использовать Наждаки Начиная От грубого Когда необходимо Сделать Плоскость И довести Камень Будет достаточно Я думаю Четырехсотой Бумаги Будет достаточно Так с головой Короче Сто пятидесятая Двухсот сороковая Четырехсотой На все случаи Жизни хватит Камни будут ровные Камни будут ухоженные И будете Точить Голи не знать Все Спасибо за внимание До скорых встреч В эфире Пока Продолжение следует...